Восемь месяцев назад произошло событие, которое навсегда останется в российской истории. Оно разделило правление Путина на до и после. События этого отлично знаете. Президент России приказал отравить своего главного политического оппонента запрещенным химическим оружием, новичком. За прошедшие с тех пор месяцы мы слышали очень много версий заявлений. Эти заявления менялись, накладывались одно на другое, противоречили друг другу, но поток их не иссякал. Отравления не было, Навальный отравился сам, Навального отравили соратники, Навального отравили западные спецслужбы. Немецкие партнеры не предоставляют нам биоматериалы. Это все провокация. Мы ожидаем от Берлина ответа на те официальные материалы, запросы, которые были направлены. И тут возникает логичный вопрос, даже наблюдение. Согласитесь, странная ситуация. Пять десятков стран, ООН, ОЗХО, ПАСЭ, членами которых Россия является, признали факт отравления Навального новичком. И только одна страна, та самая, которую обвиняют в этом отравлении, его отрицает. Даже у самого предвзятого человека здесь возникают сомнения. Возможно, тут что-то не так. Как так получилось, что весь мир говорит одно, а Россия другое? Заговор? Самая большая в истории антироссийская кампания? Может быть, стоит поверить российским чиновникам, что все не так однозначно, что существуют какие-то версии? Нет, не существует. Сегодня мы разберемся с этим вопросом раз и навсегда. За восемь месяцев, прошедших с отравления, много чего произошло. Все это время мы внимательно следили за ситуацией, собирали документы, судились, подавали жалобы и, конечно же, расследовали. Нам удалось найти много нового, многое удалось доказать. И сегодня мы подробно с документами разберем все, что известно об отравлении Навального на сегодняшний день. Ну и вот еще кое-что. У меня в руках уникальный документ, исторический даже. Это результаты шестимесячного расследования МВД. 94 осмотра мест происшествия, 262 допроса, 542 проанализированных вещдока. И 9 страниц, на которых рассказано, что произошло с Навальным 20 августа 2020 года. Этот документ еще никто не видел. Мы его показываем впервые. И это не какие-то громкие заявления фриков в стиле шоу. Это самая официальная, окончательная позиция государства по отравлению Навального. Я вам обязательно расскажу, что там написано, но в самом конце. Если вы следите за федеральным эфиром, то знайте. Основная мысль, которую транслируют государственные СМИ, это то, что факт отравления Навального не доказан. Дайте нам доказательства, и мы будем расследовать. Мы хотим докопаться до правды, но нам мешают немцы, американцы, и никто не дает нам доказательств. Это прямо ключевая позиция, на которой все держится. Множатся версии, выдвигаются обвинения. То есть, было отравление или нет, это как бы открытый вопрос. Ничего не понятно. Если бы действительно новичок был, то полегли бы и в самолете все. На наши запросы молчок. На наше предложение приехать. Да мы вам не верим по факту, хотя в данном конкретном случае мы не разбираемся. А я со всей уверенностью заявляю, что российские власти знают и всегда знали, что Навального отравили боевым отравляющим веществом. И знают об этом не только те, кто непосредственно был вовлечен в спецоперацию по убийству. Знают вообще все. Знает ФСБ, от региональных спецслужбистов до генералов и Бортникова. Знает полиция, которая заметала следы этого преступления и просто бездействовала. Знают суды, вынесшие десятки незаконных решений и отказов. Знает МИД, который сейчас осознанно вводит в заблуждение весь мир. И пропагандисты тоже знают и много месяцев врут с экранов телевизоров, прекрасно понимая, что покрывают убийцу. Настоящий диагноз Навального был известен с самого начала. И зная точно, что произошло, министерства и ведомства, чиновники, дипломаты и сам Путин запустили всю мощь государственной машиной, чтобы это скрыть. Но у них ничего не получилось. У каждого человека есть право ознакомиться со своими медицинскими документами. Вы ходили в поликлинику или лежали в больнице, вас лечили. Ну, конечно, потом вы можете пойти и попросить свою папочку. Что проверяли, какие результаты, какой диагноз. У Алексея Навального такое право тоже есть. Навальный был госпитализирован в Омске. На реанимации его довезли из аэропорта в БСМП-1, в больницу скорой помощи. Там он провел двое суток. Его там лечили, делали первые и самые важные анализы, устанавливали причину, по которой он оказался в коме. Там сохранились ценнейшие медицинские документы. Их должны были отдать при выписке, то есть еще 22 августа перед погрузкой в медицинский самолет. Но тогда ничего не отдали. Наши попытки достать эти документы начались сразу после того, как Навальный пришел в сознание. Мы обращались много раз. И ничего, тишина. Запрос просто игнорировались. А потом, 2 ноября, наши юристы Иван Жданов и Вячеслав Гемоди просто поехали в Омскую больницу. Без приглашения и предупреждения. Всем привет. Мы сейчас находимся возле БСМП номер 1 города Омск. Мы сюда приехали. Сегодня какое число у нас? Сегодня 2 ноября, и мы приехали в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан запросить и получить копию медицинской карты Алексея Навального. Эффект неожиданности наложился на знаменитый эффект криворукости и раздолбайства. Сначала наши юристы поговорили с руководством больницы, им сказали, что медкарта в архиве, ее выдадут, но потом, попозже, через недельку, когда обсудят с главным врачом, и достанут из этого архива, ну, такая процедура, которую сами понимаете. Иван и Слава не удовлетворились таким ответом. Сами пошли в этот самый архив и попросили выдать им медкарту. В их руках было самое мощное оружие из доступных. Они сказали, что все согласовано с начальством, добро получено. И благодаря волшебной фразе, паролю, которая открывает в России все двери, им разрешили сфотографировать все, что было в архивах на тот день. Таким образом, у нас оказались копии всех медицинских документов Навального, хранившихся в Омской больнице. И никто до сегодняшнего дня не знал, что они у нас есть. Сейчас мы находимся в архиве, и нам копируют материалы и что? Болезни. Мы вам дали это вот в таком виде. Сейчас мы пролистаем на камеру. Давай дальше. Так, нам мы пока отказываемся отдавать, потому что совместно на то, что не прошит. Но тем не менее, тем не менее, все то, что надо, нам получили. У нас 46% выполняли задачу. Через месяц нам выдали ту же самую медкарту, но уже официально. Главврач в присутствии нотариуса торжественно передал документы. Держите, нам нечего скрывать. Как же мы удивились, когда обнаружили, что эти два комплекта документов отличаются друг от друга. Полученная нами официальная медкарта была отредактирована, исправлена, и из нее пропали ключевые документы. Давайте разбираться. Вот таблица несоответствий. Что-то добавлено в официальную версию, что-то удалено из неофициальной. Мы попросили трех независимых, высококвалифицированных российских докторов решить этот медицинский ребус. Догадаться, зачем все эти манипуляции были приведены. В чем их логика? Большинство изменений незначительные. Странно, что они вообще были, ведь медкарта давно в архиве, она должна была быть в идеальном состоянии уже. В обеих версиях, по мнению врачей, и так достаточно данных, чтобы с полной уверенностью ставить диагноз отравления фосфорорганикой. Все выводы про обмен веществ, панкреатиты, прочие естественные нарушения здоровья абсурдны. Непонятно даже, почему они вообще рассматриваются. Но самое важное другое. В версии, которую нам выдали официально, не хватает одного очень важного документа. Это биохимический анализ крови Навального из НИИ Склифосовского. Омские жулики просто выкинули его, спрятали от нас, как будто его никогда и не было. А он был. И в нем зафиксировано критическое снижение уровня холиностеразы, что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холиностеразы в 100% случаев. Вот этот документ. Дата анализа 25 августа 2020 года. То есть после выписки Алексея и на следующий день после того, как клиника Шарите заявила, что Навальный был отравлен, российские специалисты провели точно такое же исследование. И нашли то же самое. Подшили в историю болезни. Послали в Омск. Я уверена, уведомили Минздрав, спецслужбы и всех, кого можно уведомить. С оговоркой на то, что немцы потом установили конкретное вещество, новичок, клиническая картина перед российскими докторами и немецкими была абсолютно одинаковая. Отравление. Чтобы вы понимали степень наглости и вранья, и желание выслужиться, посмотрите вот это видео. Оно снято в ноябре. Главный токсиколог больницы Иомской области Александр Сабаев держит в руках августовские анализы Навального из Клифа. Это тот самый человек, который многократно, несколько месяцев подряд, не моргнув глазом, всех уверял, что он исключает отравление Навального. Ни одного данного за острое отравление мы не обнаружили. Именно Сабаев говорил, что Навальный впал в кому, потому что переутомился или перепил, или перегрелся, или потому что просто не позавтракал. Фактор питания и фактор возможного употребления алкогольных напитков не исключается и это. Это фактор несоблюдения диет, либо нарушения каких-то диет. Он говорил эти слова 4 сентября. То есть к этому моменту анализы из Клифасовского, показывающие критическое снижение холиностеразы, у него были уже 2 недели. В лаборатории неискорой помощи имени Николая Васильевича Клифасовского были обследованы биологические жидкости пациента Навального Алексея. В исследованиях жидкостях фосфороорганические соединения, а также препараты ингибирующие холиностеразы не были обнаружены. Заканчивая эту тему, я констатирую 2 важные вещи. Первое. Медицинские документы Навального были сфальсифицированы при выдаче с целью скрыть реальную картину. И у нас есть доказательства этой фальсификации. И второе. Прямо сейчас в Омске лежит достаточно материалов, анализов, записей, результатов исследований, чтобы поставить однозначный диагноз отравления фосфороорганическим веществом. Эти анализы были сделаны российскими специалистами, в российских лабораториях, на биоматериалах, взятых у Навального, пока он был в Омске. И ничего, буквально ни одной другой бумажки не нужно, чтобы возбудить уголовное дело. Давайте двигаться дальше, по цепочке расследования, которые Россия могла бы провести, но не провела. Медицинский диагноз есть. Что нужно еще смотреть? Виждоки. Во-первых, где записи с камер видеонаблюдения из гостиницы? Это первое и самое простое, чем должна была заинтересоваться томская полиция. Если вы хотите проверить сообщения о преступлении, то вы смотрите, что в это время происходило в гостинице. Но записи волшебным образом пропали. Пропагандистам сливали какие угодно эксклюзивы, съемку наружного наблюдения, данные с уличных камер, медицинские документы, все что угодно, но не видео из гостиницы. Нам рассказывали, что Навальный пил, принимал наркотики, был не один в номере. Камеры видеонаблюдения, а их в коридоре перед номером Навального было несколько, содержат ответы на все возможные вопросы. Где записи? Все, что происходит возле номера, фиксируют две камеры. Одна вот там, другая вот там. И еще одна очевидная и очень простая тема, которая обделена вниманием. А где одежда Навального? Та одежда, в которой он был в самолете, когда ему стало плохо. Эта тема как будто исчезла из повестки. Что странно, ведь эта одежда может быть ключевым доказательством отравления. Или инсценировки, о которой рассказывают российские власти. А если ты говоришь, я вам ничего не скажу, потому что это секретно, или потому что сам пациент не разрешает, ну, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка. Одежду Алексея в день отравления забрала Омская транспортная полиция. Они пришли в больницу, составили протокол, опись вещей, которые они забирают. 21 сентября Алексей Навальный потребовал свою одежду вернуть. Юристы отправили ходатайство. Срок до следственной проверки ее стек. Возвращайте. Нам не отвечали, мы судились и так много-много раз подряд. Нам говорили, что идет проверка, одежду отдать не могут. Сейчас проверка закончена, одежду по закону обязаны отдать. Но не отдают. Она пропала. Странно, да? Ответ на вопрос, что происходит, нам даст сотрудник ФСБ Константин Борисович Кудрявцев. Рано утром, 14 декабря, мы позвонили ему на мобильный телефон. С помощью специальной программы мы подменили номер так, чтобы казалось, что звонят с городского номера, с приемной ФСБ. Алексей Навальный представился Устиновым Максимом Сергеевичем, помощником секретаря совбеза Патрушева. Такого человека не существует. Но Кудрявцев отчитался перед большим начальством, за 50 минут так и не поняв, что говорить с Навальным. Мы не знали этого в начале разговора, но Кудрявцев сам рассказал, что его работа скрывать следы отравления. Он абсолютно четко объясняет, что он делал. Во-первых, вещи где? Что с вещами? Что с вещами? Ну, в Навальновские вещи где? Ну, были вот, я их ранее раз видел в Омске в самом. Это оставили там. Мы там ездили, работали. Подробнее про вещи. На них было что-то? Коробка, то есть, что что-то там нашли на ней? Что с этих делали конкретно? Ну, мы же два раза ездили. Первый раз пакет был. Обычный. Пакет там с печати, там все. Там разовый весь был. Там были вещи, ну, они мокрые какие-то были. Вот, там были вещи, соответственно, то, что он был там. Там костюм, там, эти, лусы, носки, там, маска. Так, и что, какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим? Чтобы я сообщил. Ну, обработку делали. Разорванный пакет, мокрые вещи, трусы, носки, футболка, маска, говорит Кудрявцев. Еще раз открываем протокол, который я уже показывала. Опись предметов, которые полиция забрала из больницы в день отравления. Скрытый пакет, футболка, трусы, носки, маска, вещи влажные. То есть, вообще не остается никаких сомнений. Кудрявцев описывает именно этот самый пакет с вещами, который был у полиции. Слушаем дальше. Что тогда конкретно делали, объясните. Ну, замывали, обрабатывали. Рассловно. Чтобы не это, ну, там, ну, как сказать, прям. Ну, обрабатывали. Тут у меня это не было следов, там ничего такого. Итак, Константин Кудрявцев дважды летал в Омск, чтобы обработать там одежду Навального растворами. Замыть, как он говорит, чтобы не было следов. Он точно знает, что было в пакете с вещами. Объясняет детально до такой степени, что мы узнаем, какие именно швы он обрабатывал. Ну, в каком месте трусов, это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша информация тоже. Ну, по внутреннему работали. Ну, по крайней мере, там, это обработка делала. Ну, вот, представляете себе трусы, да? И, как бы, и вот трусы, и в каком месте? Как бы, есть самая... В паховой части трусов. Ну, гульфик, как называемый, там швы такие есть, по швам. Так, погодите, это важно, сейчас, секунду. Значит, кто передал информацию о том, что должна быть обработана гульфиковая часть трусов? Мы, предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части. Мы совсем скоро очень подробно поговорим про команду отравителей из ФСБ, в которой Кудрявцев работает. А пока все же нужно разобраться с одеждой Навального и ее судьбой. Мы услышали, что одежду Навального замывали, чистили особым образом, чтобы нельзя было найти следы новичка. И делал это сотрудник ФСБ. А вот он объясняет, где он эту одежду взял и куда она делась. И конкретно, что с ними произошло, с вещами с этими? А, конечный пункт нахождения их? Да. Ну, конечный пункт нахождения, я не без понятия. Могу только, знаете, сейчас сказать. Мы когда приехали, нам отдали их с... Привезли местные ребята в Омске, вот, из этой полиции, как она... Транспортной? Ага. Да, да. Нам от них отдали коробку. Ага. Мы тогда с коробкой поработали, соответственно. И вернули все ребятам. Ну, местным. А местный начальник, в принципе, у меня его телефон есть, если надо может дать. Да, давайте. Запишу. То есть, одежду Кудрявцеву выдала транспортная полиция и забрала после обработки тоже транспортная полиция. Та самая полиция, которая расследовала отравление, которая потом проводила экспертизу этих вещей. Они сами, как курьерская служба, отвезли и забрали вещи с обработки. А потом никаких следов яда на них не нашли. Интересно, почему. Итак, мы установили факт подмены медицинских документов. Мы знаем, что настоящий диагноз Навального был известен с самого начала. У нас есть пропавшие личные вещи, которые отказываются возвращать. У нас есть подробный рассказ сотрудника ФСБ, который эти вещи очищал от следов химического оружия. Этого всего более чем достаточно, чтобы понять, ну, нет здесь пространства для интерпретации. Навального отравили, и это надо расследовать, надо понять, кто это сделал. Но российские правоохранительные органы этим почему-то не занимаются. И бог с ними, мы расследовали сами. 14 декабря на канале Навального вышло 50-минутное видео. Результаты совместной работы издания Беллингкет, НАСС, Шпигеля и СНН. Если вы не смотрели или забыли детали, пересмотрите, потому что сейчас будут новые подробности. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Мы тогда самым дотошным образом рассказали о группе сотрудников ФСБ из Института криминалистики, которые несколько лет, с 2017 года, ездили за Алексеем, куда бы он ни направлялся. Рабочие поездки, семейные. Они следовали за Навальным везде, в том числе поехали за ним в августе, в Томск. Мы показали их лица, назвали их должности, имена. Настоящие и поддельные. Прошло несколько месяцев, и теперь мы понимаем, в этом видео была допущена ключевая ошибка. Прямо в названии. Тогда мы знали не всех, кто пытался отравить Навального. И не понимали полностью, как работает эта система. Да что там, мы даже не знали, что это система. Провал спецоперации по отравлению Навального пролил свет на давно действующий секретный отдел ФСБ. Отдел по политическим убийствам. Отдел, который буквально занимается казнями, регулярно расправляется над неугодными режимами людьми. Многие из которых вам хорошо знакомы. Чтобы рассказать эту историю дальше, к нам присоединяется человек, который знает ее лучше всех. Он ее расследовал. Журналист из Беренкет Кристо Грозев. В декабре мы показали миру то, что тогда мы знали. А именно, что есть группа внутри ФСБ, которая, с одной стороны, была рядом с Алексеем Навальным в дни его отравления. В Томске. И за несколько дней до этого в Новосибирске. Но более того, мы увидели, что эта же группа, она следила за ним еще там с 17-го года. И что они вместе с ними проводили, а он не знал, 37 поездок. Оказывается, это не вся команда. Оказывается, что мы пропустили очень важного персонажа, который мы смогли вычислить намного позже. Правда, мы знали его имя, потому что видели звонки среди этих людей. Там их не так много, они общались друг с другом. И они общались еще с одним человеком, которого звали Валерий Сухарев. Они с ним общались довольно часто. Там 57 раз было, кажется, стоякиным общением, который координировал всю операцию по отравлению. Валерий Сухарев — это высокопоставленный сотрудник ФСБ. В двухнедельный период до и после отравления Алексея Навального Сухарев непрерывно разговаривал по телефону с уже известной нам бригадой отравителей. С координатором спецоперации Олегом Таякиным он говорил 47 раз. 11 раз звонил Макшакову, десятки раз говорил с Александровым, Осиповым и Кудрявцевым. Мы видели, что такой человек существует, что он разговаривает с командой отравителей, но не могли до конца понять его роль. То, что мы не знали, что у него есть и другая фамилия и фальшивое имя прикрытия, когда мы обнаружили ее во время другого расследования, по другому отравлению, другого человека, о котором мы поговорим, то тогда мы решили посмотреть, где был он на последние пять лет. Мы увидели, что он 15 раз вместе с Алексеем ездил, еще в 2017 году. То есть он был, скорее всего, самый частый попутчик Алексея, о котором он не знал. Только в 2017 году, во время президентской кампании, сотрудник ФСБ Сухарев одновременно с Навальным оказался в более чем 10 российских городах. Он путешествовал под псевдонимом Горохов вместе с хорошо известной нам группой отравителей из ФСБ. В Самаре с Кривощоковым и Александровым, в Хабаровске с Панявим и Осиповым. В таком же составе они ездили в Пермь. То есть Сухарев получается прямо ключевым членом команды, а мы его не нашли. Да, но мы не только его не нашли, мы не понимали структуру вообще этих бригад. Вот помнишь ту большую картину, которая у нас висела на стене? Вот его надо разорвать буквально пополам и потом соединить снова, потому что так мы сделаем то, что они делают. Там есть две части. Есть часть техники из института криминалистики. Это врачи, это химики, это спектральные анализаторы и так далее. Люди, которые могут травить и потом прятать следов от травления. А если по нашей схеме, то это будет? Это будет Осипов, это будет Александров, это будет Кудрявцев, с которыми мы пообщались рано утром. Это будет Таякин, да? Все они там из этой команды. И их шеф Макшаков, который реально зам директора института криминалистики, но по этой части. По части химических веществ. А есть вторая часть, она там присутствует тоже. Это люди, которые из второй службы ФСБ. Внутри этой службы есть подразделение, которое называется Управление поджитет конституционного строя. Это длинное название, будем называть его УЗКС. УЗКС. А вот там, к этой группе, присутствует из наших участников, там были Паняев, Швец. Ну и вот очень важный Кривошоков из тех, которые уже идентифицировали. И очень важный сейчас их шеф практически это Сухарев Валерий. Вторая служба ФСБ занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и курирует сферы культуры, религии, политики и образования. Это фактически идеологическое крыло ФСБ. Главным и хорошо известным многим подразделением второй службы ФСБ является Управление по защите конституционного строя. Это как раз та спецслужба, которая занимается политическими делами. Формально, как понятно из названия, они должны следить и препятствовать деятельности экстремистов, террористов и других радикальных групп, которые представляют угрозу для безопасности государства, конституционного строя. Но по факту они борются не с угрозами для России, а лично для Путина и его путинского режима, борьбой с теми, кто Путина не поддерживает. Они, может быть, и этим занимаются. По крайней мере, другие люди в этой организации занимаются и террористами, и крайне правыми, крайне левыми. Так же, как в других государствах есть тоже такие службы, которые называются «Сервис по защите конституционного строя». В Германии есть, в Австрии и так далее. Они реально занимаются террористами, то есть и угрозами террористов с левых, с правых сторон и так далее. Вот здесь у вас внутри этой легитимной структуры есть что-то намного более похожее на политическое гестапо. Это люди, которые следят реально за неугодными людьми лично вашему президенту. И там логики другой, которая как-нибудь связана с идеологией или с террористической угрозой, нет. Там просто, видимо, что готовятся списки, которые просто люди, которых нельзя быть. Объясни, пожалуйста, еще раз. Для тех людей, которые путаются в… Ну, это разные отделы ФСБ, по сути, это одна организация. Но, насколько я понимаю, они все равно принципиально разными задачами занимаются. Одни заказывают, другие исполняют. То, что видим, чисто опять математически, это ведущую роль службы УЗАКС, то есть люди из второй службы, они всегда присутствуют в каждой поездке, когда следится кто-то, который является объектом будущего отравления. А иногда к ним подключаются подрядчики, можно их назвать подрядчиками, да, вот эти, которые из института криминалистики. Потому что надо понять, что это же не единственный арсенал, не единственный инструмент в их арсенале. Они иногда делают решение, ну вот, будем сейчас этого политика или кандидат-политика отравлять, но это же нельзя всегда делать, да, потому что это будет слишком очевидно. Если все вдруг начнут получать там сердечные приступы и от этого умирать, то, ну, надо же что-то другое использовать и придумать. Поэтому вот ведущая роль у этого управления, они всегда путешествуют, а иногда они вообще не подключают тех, которые видели, они подключают других, например, убийц, ну, просто с пистолетом, да, это тоже бывает. Мы видели, что произошло в Берлине, когда человек, который тоже расследовался этим же, ну, второй службой, ну, практически его застрелил человек на велосипеде. В августе 2019 года в Берлине был убит бывший полевой чеченский командир Зелимхан Хангашвили. В него несколько раз выстрелил человек, проезжающий мимо на велосипеде. Потом убийца попытался выкинуть велосипед, пистолет и одежду в реку, но его заметили и задержали. Этим человеком был Вадим Красиков. Он и его сообщник прилетели вместе в Германию по поддельным паспортам. А в дни до и после убийства они десятки раз созванивали сотрудниками ФСБ именно из второй службы. То есть в зависимости от необходимости они нанимают одного или другого подрядчика. Внутри их системы. И таким образом они защищают конституционный строй. Именно от экстремизма. Со случаем Алексея мы разобрались. Но это не значит, что есть система. И чтобы доказать, что система существует, существует в рамках ФСБ какое-то подпольное тайное ведомство или бригада, которое занимается убийством по политическим мотивам, необходимо доказать, что это случалось больше одного раза. И насколько я понимаю, вы в Беллингэт нашли еще несколько случаев, когда политические деятели были отравлены новичком. Не только политические деятели, это вообще люди, которые можно описать только одним критерием. То есть люди, которые по какой-то причине неудобные или неприятные. Ну, часть из них действительно политические деятели, другие просто общественные деятели. Владимир Карамурза. Вы выпустили большое расследование про него. Владимир Карамурза – это общественный деятель, политик, историк. Он, казалось бы, не представляет никакой угрозы к конституционному строю. Это абсолютно точно. Но каким-то образом он оказался в списке тех, кто не нравится Путину до такой степени, что его нужно убить. Я так понимаю, что это случилось из-за того, что Карамурза очень активно занимается санкциями и законом Магнитского в частности. То есть он очень сильно портит Путину жизнь именно на такой международной арене и делает эту жизнь сложнее. Расскажи, пожалуйста, кто отравил Карамурзу и когда, и почему? И были ли это те же самые люди, которые отравили Алексея? Те же самые люди. И при этом они его отравили два раза. То есть эффективно его успели отравить два раза. Если у Алексея была там попытка и реальное отравление, у него два раза. Он выпал в кому реально два раза. Это было в 2015 году и 2017 году. Но очевидно от наших анализов биллингов, от наших анализов перелетов, что те же самые люди, тот же Осипов, тот же Александр, тот же Кудрявцев. Это Осипов Александров, это те самые Осипов Александров, которые были с нами в Томске? Да, которые буквально там за вами, дышали ваш воздух за вами. Они были вместе с ним за день до его отравления первого и второго. Но здесь уже не может идти речь о совпадении. То есть здесь то, что мы находим второй и дальше, и третий, и четвертый пример, это с одной стороны показывает систему, а с другой стороны он доказывает вообще правдивость нашего расследования по Алексею Навальному. Потому что ты не можешь иметь столько много совпадений ни в одном кейсе, ни горизонтально в многих кейсах. И вот они друг к другу как-то подкрепляют вот эти вешдоки. Вот мы там же впервые увидели этого же Сухарева, потому что он был там, одним из ведущих. Хотя у него, ну, видимо, Владимир Карамуза тоже очень важный человек, потому что за ним следил прямо Роман Мезенцев. Это человек, один из шефов управления защитно-конституционного строя, который, например, в одном перелете летел на одной броне вместе с Урковым. Очень часто он летит вместе с шефом второй службы. Это один из первых замов Бортникова и так далее, и так далее. То есть это человек очень высокого уровня, который, кажется, два раза летел вместе с отравителями за Владимиром. Окей, хорошо. Хорошо. Есть Навальный, есть Карамурза. Возможно, существует какой-то в мире скептик, который скажет, что это все равно совпадение. Да. Под Навальный и Карамурза, они, ну, как будто они связаны, да? То есть вот они оппозиционеры, они занимаются, они говорят плохо про Путина. Возможно, это какое-то совпадение, еще что-то такое. Но вы же раскрыли и убийство Никиты Исаева. Да. 41-летний Никит Исаев был главой малоизвестного общественного движения «Новая Россия». В основном его знали как эксперта или политолога. Он писал колонки, ходил на политические шоу на федеральных каналах, выступал там как умеренный оппозиционер. Легкая критика системных позиций. В 2012 году я ожидал, что Владимир Путин после Болотной услышит народ, который вышел туда. Писали, что его вот-вот назначат на какие-то лидерские позиции в партии «Справедливая Россия». Такой подконтрольный оппозиционер, лояльный и близкий власти. Он умер в поезде в результате, скорее всего, отравления. Ну, так считают эксперты, которые знакомились с его эпикризой. И мы видим, что те же самые люди, наши друзья из Института криминалистики и другие наши друзья из второй службы, семь раз ездили за ним, что опять исключает возможность совпадения, потому что некоторые из этих поездок, они были не прямые в один город и назад, а там в один город, в второй город и назад. Зачем они его выбрали в этот список, я не могу сказать. Там, может быть, всевозможные разные объяснения есть, может быть, они его подозревали в какую-то там... Он очень часто летел за рубежом, он очень часто был в Америке. Ну, теоретически, может, могло быть какое-то там несправедливое или справедливое подозрение. Я бы никогда не поверил, что за Исаевым надо, им по какой-то причине следить, но мы видим семь раз, семь поездок именно той же конфигурации. Есть люди из Института криминалистики и есть люди из второй службы. Из Института криминалистики наши старые, ну, обязательные знакомые, которые... постоянное присутствие, это Александров и Осипов. А из другой службы, там, ну, более низкого уровня, чем Сухарев и Мезенцев, там Самофал Александр, есть Кравченко Виктор и Михаил Тихонов третий человек. Но погоди, насколько я помню, за Исаевым, вот из этой службы по защите конституционного строя, за Исаевым ездил тот же самый человек, который ездил за Крамрузой. Да, Самофал, вот он, он присутствует в обоих случаях. Вот они за ним ездили там в Челябинск, в Сочи, вот у меня список, Магнитогорск, Левосток, Хабаровск, Нижний. При этом некоторые из этих путевок, они были, не были просто в один город и назад, что теоретически можно сказать, ну, с семь совпадений. А некоторые из них были, скажем, там, Новосибирске, дальше, ну, как было у вас. Сложный маршрут, когда в одну поездку человек посещает 5-6 городов и необязательно самым логичным образом. Ну, и последний, наверное, самый вопиющий случай, если о Навальном, Крамрузе и даже Исаеве можно говорить, что это люди какие-то политические, политически ангажированные, что они... Будущие конкуренты Путину. Да, связанные с властью, могут куда-то избираться, наверное, как-то так можно о них рассуждать. То о следующем вашем герое, о котором вы недавно публиковали расследование, такого сказать абсолютно точно нельзя. И это, скорее, больше похоже на какую-то совсем мелкую местечковую месть за стихотворение. В общем, я спрашиваю об отравлении очень знаменитого, известного всем писателя, литературного критика, поэта Дмитрия Быкова. В апреле 2019 года Дмитрию Быкову стало плохо в самолете по дороге из Екатеринбурга в Уфу. Он потерял сознание, впал в кому, позже его перевезли из Уфы в больницу в Москве. Сначала говорили, что причиной были проблемы с сердцем или диабет, или другие проблемы со здоровьем. Однако позже все же подтвердили диагноз – отравление. Чем именно и при каких обстоятельствах отравился Быков установлено не было. В своем последнем расследовании Беллинкэт доказали, что Быков был отравлен той же самой группой сотрудников ФСБ, что и Навальный. Я честно скажу, что после того, как мы опубликовали расследование в декабре, конечно, для меня был шоком понятчатая структура, государственная структура для убийств. Этот шок несколько дней мне дадал спать. Но потом, когда увидел там Владимира Карамурза в списке, да, понятно, если Навальный, то и он, логично. Ну, увидел там журналистов, которые писали против Путина и так далее. В Нольчике есть молодой журналист, которого убили. Тоже более-менее понятно. Но потом увидел Быкова, поэта. И я тогда реально спал несколько дней, потому что думал, это не может быть, это совпадение, это должно быть совпадение. Ну, нет, мы видим тех же самых Осипова, Паняева, Александрова. Вместе с ним год за ним они ездили, начиная с 20 мая, 18-й год, по реально дню, в которой он выпал в кому. Это было в апреле 19-го года. То есть год они за ним ездили. И вот последний раз они были вместе с ними в Новосибирске. То есть четыре, не один, не два, не три, а четыре человека. Это Осипов, который был с вами, это Кривощоков, который был с вами, это Паняев, который был с вами. И вот дополнительный человек, который не был, ну, он был с Навальным в 17-м году. Это Сухарев. Сухарев, да, под форшивым именем Горохов. Так что вот четыре людей, которых в течение года ездили за ними. И потом, последний раз, они полетели в Новосибирск, вместе с ними, пару часов до него вылетели туда. Он продолжил дальше оттуда, в Екатеринбурге и в Уфу. Но, видимо, они свою работу закончили, завершили еще в Новосибирске. Положили яд туда, где его обычно ставят. И вернулись в Москву. А через день он, при следующем сегменте своего полета, между Екатеринбург и Уфа, он выпил в Кому. Кристо, а если тебе задать вопрос, кто попытался, кто пытался убить Навального? Ну, здесь очевидно, что структура государственная, которая за каждую такую попытку должна требовать согласия или получать инструкции от высшего человека. Почему? Это очевидно, потому что... По двум причинам. Во-первых, потому что никто из них не сделает такое решение, не согласовав с первого человека. Потому что политическую цену при провале или при успехе будет платить первый человек. Это имя же Путина. Это Путин, конечно. Поэтому невозможно такое, чтобы они принимали это решение на своем уровне, на уровне даже Бортникова. А вторая причина, это та, что структура резервирования власти у вас такая, что из-за паранойи все-таки у каждого авторитарного лидера доступ к химическим оружиям он должен быть согласован еще с одной спецслужбой. Это ФСО. Поэтому невозможно было, чтобы... Почему это? Потому что иначе Бортников может... Ну, у него крыша может пойти, он может решить сам делать, ну, Путч. Чтобы этого не было возможно, есть такая система резервирования. Поэтому по двум причинам я убежден, лично как аналитик, что все эти решения принимались на уровне самого Путина. Мне кажется, что вопрос о том, кто, когда и зачем отравил Навального исчерпан. Само отравление и его последствия, в том числе то, что мы только что обсудили с Кристо, это, наверное, самый большой кризис российских спецслужб за всю их историю. Ни Солсбери, ни Литвиненко, ни сбитый Боинг. Это самый масштабный скандал, который абсолютно точно войдет в учебники истории. Они попытались убить Навального, а в результате выяснилось, что под вывеской защиты конституционного строя в государственном ведомстве на деньги налогоплательщиков работают убийцы. Они убивают не каких-то там шпионов или террористов, они убивают российских граждан на российской территории. И это по-настоящему страшно. Мы видим, что в список угроз режиму может попасть кто угодно. Хоть лидер оппозиции, хоть региональный журналист, хоть поэт. Кто нас обидит, тот трех дней не проживет. Там могут оказаться мои коллеги. Я, вы. Логики составления списков мы никогда не узнаем. Если ты не поддерживаешь Путина, если ты не славишь его при каждой возможности, российские спецслужбы могут решить, что тебя нужно убить. Это тяжело, это неприятно, но это факт, с которым нам всем теперь придется жить. И если до нас это осознание доходит постепенно, мы только сейчас начинаем понимать весь масштаб происходящего, то для представителей власти, для чиновников, особенно для таких высокопоставленных, как Лавров или Володин или уж тем более директор СВР Нарышкин, это не открытие. Что произошло потом, когда он оказался сначала на борту немецкого лайнера, а потом уже на территории Федеративной Республики, Германия, это вопрос. Они не могут не знать про секретный отдел казни в ФСБ и про то, что личных врагов Путина убивают в спецслужбе. И они делают осознанный выбор все равно поддерживать Путина, делать все, чтобы такой путинский режим продлился вечно. В случае с отравлением Навального борьба по спасению Путина идет под бум-фронтам. Стратегия посредственная, но хорошо отработанная. С одной стороны говорить, что доказательств нет и это не наша вина, враги нам мешают разобраться, а с другой, и это тоже очень важно, одновременно выдвигать миллион альтернативных версий, создавать какие-то параллельные реальности, где с Навальной могло произойти все, что угодно. На что хватит фантазии. Скажи нам, фюрер, ты что жирал-то перед вылетом? Ты пил? Сколько у тебя было алкоголя в промилях? И первая часть требований доказательств, которых у России якобы нет, это какое-то особенно возмутительное занятие. Мы с вами сегодня только и делаем, что разбираем доказательства за доказательством, факт за фактом. Вы думаете, в МИДе, например, не знают всех этих фактов? Что Лаврову неизвестно доподлинно, что произошло с Навальным, конечно, известно. Поэтому они просто собираются силами и начинают врать. Бессовестно, нагло, откровенно. Иначе путинская система не устоит. А нет Путина, нет и всех этих товарищей. Расчет простой. Если много врать, кто-нибудь обязательно поверит. То есть факта отравления не было? Доказательств, в первую очередь, требуют от Германии. Это рассчитано на то, чтобы человек, не погруженный в тему, задумался. Нас обманывают? Западные партнеры что-то скрывают? России так нужны доказательства. Почему их просто не дают? Произошел случай с отравлением. Почему нам не предоставляют ни биоматериал, почему не опрашивают гражданку Певчиха и почему не разбираются, откуда звонок был? Ну, это, я считаю, чистой воды издевательства. Ну, я считаю, это просто полное неуважение процесса. Создается ощущение, что нас обижают, ущемляют, не дают что-то, что нам положено. Правда? Каждый день наша подруга Маша Захарова и другие прекрасные люди говорят, товарищи немцы, товарищи Европа, Америка, кто-нибудь, пришлите нам. Что нашли-то? Вы нам пришлите, у нас хоть бы-то основание будет расследовать. Вы что-то нашли, чего не шлете? А это полностью выдуманная конструкция. Полностью. Германия не расследовала отравление Навального. Они не знают и по определению не могут знать обстоятельств этого дела. Преступление произошло на территории Российской Федерации. Немецкой полиции не было в Томске. Немецкие спецслужбы не осматривали место преступления. Они не имеют никакого отношения к этому делу, кроме того, что в их страну был эвакуирован человек в коме. Они сделали анализы и нашли в крови новичок. Это все, что знает Германия. И она это говорит. Обратите внимание на этот трюк. Лавров и МИД постоянно ссылаются на какие-то обязательства Германии и других стран предоставлять материалы по запросу российской стороны. Генпрокуратура вообще утверждает, что Германия полностью нарушает Конвенцию о взаимной правовой помощи. Согласитесь, создается впечатление, что нарушен закон. Наши права ущемлены. А теперь давайте откроем эту Конвенцию. Достаточно прочитать название и все станет понятно. Европейская Конвенция взаимной правовой помощи по уголовным делам. По уголовным делам. Этот механизм работает только тогда, когда запрашивающая страна возбудила уголовное дело и ведет расследование. Но Россия не возбуждала уголовного дела по отравлению Навального. То есть все эти громкие заявления, инсинуации, едкие комментарии в сторону Германии не основаны ни на чем. Германия не может расследовать преступления, совершенные на территории России. Тем более не может предоставлять какие-то доказательства. Прекрасно понимая несостоятельность и абсурдность всех своих просьб, российские власти все равно продолжают требовать. Генпрокуратура еще осенью отправила 4 запроса. Мы требуем, чтобы вы, немцы, предоставили нам список хронических заболеваний Навального. Ответили, есть ли у него сахарный диабет, какой у него уровень глюкозы и кетоновых тел. Прокуратура требует предоставить копии из судмедээкспертиз, взять у него образцы и биоматериалов и отправить их в Россию, допросить докторов из самолета, докторов из Шеретэ, допросить меня, самого Навального, Юлию Навальную. Кто находился рядом, чем поили, чем кормили, какой был контакт? Нам не дают ответов. Они выкатили 15 процессуальных требований, прекрасно зная, что Германия не обязана предоставлять им ничего. Это сделано просто для того, чтобы потом по российскому телевидению рассказывать. Немцы от нас что-то скрывают. Немецкая сторона молчит, значит, есть что скрывать. Генпрокуратура буквально так и пишет. Германия скрывает истинные обстоятельства произошедшего. А еще по телевизору рассказывают, что сомневаются сами немцы. И это тоже часть большой кампании, направленной на то, чтобы сеять недоверие. В немецком парламенте есть несколько буквально карманных прокремлевских депутатов. Актуальные дискуссии о нападении на Навального имеют под собой слабые основания. Нет никаких доказательств, которые бы однозначно указывали на виновника. Это такие левые или право радикальные политики, которые выполняют особо ценные внешнеполитические задачи Кремля. Для имиджа, как статисты, ну там, съездить в Крым, защитить Путина. Ну а потом выходит сто заметок по кремлевским методичкам. Немецкие депутаты, то, немецкие депутаты, все. В случае с отравлением Навального эта мини-дивизия развернута на полную мощь, и поэтому важно о ней рассказать тоже. Почему бы нам не послать России все материалы, которые они уже ждут несколько дней, чтобы и они начали расследование? Сотни вопросов, буквально. А кто летел в самолете с Навальным? А точно нашли новичок или все-таки вещество, похожее на новичок? А на одной бутылке или на двух? А кто привез? Правительство Германии вынуждено отвечать на эти вопросы, а послушные депутаты отправляют информацию в Russia Today и в МИД еще до официальной ее публикации. Фильм Навального о якобы доме Путина заказали тут в Германии американцы. Я не сомневаюсь, что содержание таких карманных депутатов обходится российскому бюджету недешево. Но чего не сделаешь ради таких заголовков. С не меньшей яростью Россия требует доказательств у ОЗХО. Уверена, эту аббревиатуру услышали уже все в России и те, кто смотрит телевизор, точно знают. ОЗХО нас тоже обманывает, жульничает, тоже что-то скрывает и не выдает России данных, которые ей положены. Но никаких данных не было предъявлено. Вранье. Полностью. От и до. Мы туда обратились практически сразу же. Нам там несколько дней, по-русски говоря, морочили голову. Организация по запрещению химического оружия. Это международная структура, в которую входит 193 страны, в том числе Россия. Не просто входит даже. Россия стояла у истоков ОЗХО. В числе первых подписала конвенцию по запрету химоружия, на базе которой потом возникла эта организация. То есть это не какое-то отдельное внешнее ведомство иностранное. Мы, Россия, часть ОЗХО. Смысл этой организации в том, что она независима. Эксперты ОЗХО, так называемый технический секретариат, не представляют интереса никакой конкретной страны. Они представляют интересы все ОЗХО в целом. Механизм работает следующим образом. Любая страна, член организации, если нужно что-то расследовать, запрашивает технический секретариат. Приезжайте, сами забирайте пробу, делайте свои исследования, свои анализы в собственных лабораториях. Разбирайтесь. Смысл процедуры в том, что ОЗХО как бы ставит свою печать качества, дает непредвзятое мнение. Полный отчет о расследовании предоставляет со стороне, которая его запросила, а общие выводы публикуются в открытом доступе. Ровно по этой процедуре действовала в сентябре Германия. Они попросили технический секретариат приехать в Шарите. Это была целая делегация, которая проверила, что человек в коме перед ними это Алексей Навальный. Сама взяла биологические пробы и сама их повезла в собственные лаборатории на анализ. В результате этого визита ОЗХО подтвердило, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Полный ответ получила Германия, которая эту процедуру запустила, а сокращенная версия была предоставлена всем членам ОЗХО. 44 страны мгновенно выпустили совместное заявление с требованием к России расследовать отравление Навального. Что ответила Россия? Что Россия никому ничего не должна. Организация, ключевым членом которой Россия является, говорит, мы обнаружили следы применения химоружия на вашей российской территории. Разбирайтесь, что отвечает наш представитель, что ОЗХО деградирует, что разжигает истерию, что Германия развернула политическую кампанию против России, что обвинение беспочвенное отравление Навального к тому моменту подтвержденное самой ОЗХО. Оно так называемое. Это не фрагмент телешоу Соловьева или Киселева. Это официальный документ, опубликованный на сайте ОЗХО. Позиция Российской Федерации. Ничего по сути, только обвинение в том, что весь мир ополчился против России. Там же, на сайте ОЗХО, есть специальный раздел. Он посвящен Алексею Навальному. Там можно найти интересный документ с 70 страниц. Это переписка между дирекцией ОЗХО и российской стороной. Если прочитать в техническом порядке, станет абсолютно очевидно. Россия делает все возможное, чтобы отравление Навального не расследовалось. Давайте рассуждать. Германия подозревает, что Навального отравили химическим оружием. Она, как члену ОЗХО, вызывает технический секретариат и просит провести независимую экспертизу. Анализы обнаруживают новичок. Россия же утверждает, что Навального не отравили, что его анализы чистые. Что самое логичное, что можно сделать? Вызвать технический секретариат и ровно по той же самой процедуре провести исследование, которое, ну если мы верим российской стороне, обязательно покажет, что никакого новичка в крови Навального в Омске и в помине не было. И вы удивитесь, 1 октября российская сторона действительно приглашает экспертов технического секретариата приехать в Россию проводить расследование. Уже на следующий день получено согласие, процедура запущена. Мне кажется, что это было сделано исключительно для таких заголовков. Потому что, изучив официальную переписку, сразу понимаешь, никакого независимого расследования Россия запрашивать не собиралась. Вот в этом письме российский представитель объясняет, вы, ОЗХО, просто приезжайте, а потом мы вместе поедем в Санкт-Петербург, в 62-ю лабораторию негигиены. И там, в конкретной лаборатории, вместе изучим биоматериалы Навального, оставшиеся после его госпитализации в Омске. Такое совместное расследование. Представители ОЗХО приезжают в Россию и прямо там на месте под присмотром и контролем проводят свою экспертизу. Но такой процедуры просто не существует. И ОЗХО прямо об этом пишет. Мы не делаем совместное расследование. Весь смысл технического секретариата в том, что он независимый. В нем не участвует сторона, которая просит его провести. Эксперты сами занимаются анализами, сами выбирают лаборатории, сами все исследуют, где и как посчитают нужными в соответствии с регламентом ОЗХО. Что за абсурд вообще? Какое может быть совместное расследование на территории страны, которую в этом отравлении и обвиняют? Дирекция ОЗХО пишет. Мы готовы приехать. Давайте нам доступ. Мы все сделаем и предоставим вам результаты. Точно так же, как это было сделано для Германии. Но нет. Россию такое не устраивает. В декабрьском письме, суть которого можно коротко сформулировать, как «Ой, все…» представители России пишут, что все происходящее сговор, что не факт, что Навального вообще травили, что в основе этого сговора пресловутая евроатлантическая солидарность, а цель – санкции против России. И поэтому визит технического секретариата в Москву больше не нужен. Все, я обиделась. Не звони мне больше, не приезжай. Буквально. Посмотрите, против кого Россия недавно ввела санкции, кому запретила въезд на территорию страны. Жак Мэр, спецдокладчик ПАСЭ по отравлению Навального, которого ПАСЭ, собственно, куда входит Российская Федерация, в Россию и послала расследовать. Прокурор Берлина Раупах. Это, видимо, за то, что он плохо отвечал на запросы о правовой помощи по делу Навального. Шведский военный химик ОСЭ Скотт, она, судя по всему, работает именно в той лаборатории, которую нашла и подтвердила новичок в анализах Навального. Огорчила Кремль, который был уверен, что обнаружить его невозможно. Какие тут можно сделать выводы? Ну, во-первых, что российская дипломатия позорит Россию. Мне стыдно и больно читать, как представитель России пишет директору организации, которая обнаружила в анализах Навального новичок, что никаких доказательств нет. На момент или на требование расследовать дело Навального базарной бабкой орет про сговор и евроатлантическую солидарность. Второй вывод. Если разобраться с процедурой, становится понятно, что все эти бесконечные страдания Захарова и Лаврова на тему того, что ОЗХО им что-то не предоставляет, это пустой звук. ОЗХО предоставила результаты своего расследования, а то, что требуют МИДовцы, это полный отчет, который заказали немцы. С какой, простите, стати? Закажите точно такой же и пользуйтесь. Технический секретариат был готов начать работу еще полгода назад. И третий вывод, самый главный. Совсем недавно, в декабре, Россия была готова пригласить ОЗХО к себе и в питерской лаборатории исследовать биоматериалы Навального, забранные еще в Омске. То есть в России есть биоматериалы Навального. Так что, простите, мы требуем от Германии все это время? В России все есть, и этого достаточно. Второй фронт работы российских властей заключается в создании параллельной реальности. И здесь важно отметить, цели предложить какую-то стройную, альтернативную версию событий отравления Навального нет. В первую очередь потому, что это невозможно. Задача заключается в том, чтобы вбросить как можно больше разрозненных фактов на любую тему. Они могут быть связаны между собой, могут быть не связаны, могут противоречить друг к другу. Но именно это и нужно. Сбить с толку людей, в первую очередь людей в России, сделать так, чтобы они засомневались. Лавров, например, утверждает, что у него есть основания полагать, что Навального отравили в Германии или по дороге в Германию, в самолете. У нас есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Шариты. Какие основания, неизвестно. Есть и все. В самолете, кроме врачей, были я и Юлия Навальная. Начинается следующий этап. Лавров говорит, что вот эта вот Певчих, она какая-то слишком таинственная. Госпожа Певчих окружила себя какой-то такой очень непонятной тайной. То же самое. Почему таинственная? Я прошла через российский погранконтроль. Мне поставили штамп на вылете, досмотрели вещи. Ну, тут такая же схема. Детали никто не узнает, но кто-то посмотрит и запомнит. Она таинственная. Параллельно куда-то вбросим другую идею, что Юлия Навальная гражданка Германии. Вот посмотрите, даже уважаемый дизайнер публикует документ. Не важно, что через три минуты выяснится, что это фейк. Зато все будут обсуждать, а потом карманные немецкие депутаты будут спрашивать у немецкого правительства, а правда, что у Навальной немецкий паспорт? Восемь из десяти человек разберутся и посмеются, а два просто запомнишь, что-то там с Навальными не так. Так это и работает. Другой шикарный пример. В январе этого года на YouTube-канале Соловьева появляется некий доктор Козак, который проанализировал медицинскую статью о Навальном журнале «Ланцет» и нашел там несоответствие. Ну как появляется? Там просто показывают фотографию какого-то человека и звучит голос. Это касается таблицы с результатами токсикологического анализа и анализа медикаментов в организме пациента. Там среди прочих медикаментов указан витий. Я не обсуждаю сейчас по какой-то причине пациент принимал препараты лития. На эту тему можно спекулировать, но это как бы не относится к моей компетенции. Смысл в том, что какой-то доктор посмотрел опубликованную в интернете статью и увидел, что среди прочего в анализах Навального был обнаружен литий. Там даже не указано, сколько. Ну и все, понеслось. Литий используют для лечения психических расстройств. Соловьев разрывается. Не сметничен, трогательничен, оппозичен фила Навальный. Посмотрите, ведь Навальный так и не ответил. Унион его команда. Откуда в анализах опубликованных шарите литий, но зато поведение Навального, манера речи, все, что мы видим, показывает, что склонен к депрессии, биполярные расстройства, так что лекарства на базе лития очевидно для него привычны. Телевизионный доктор Мясников сокрушается. Ну, получается, что у Навального биполярное расстройство или шизофрения. Единственное состояние, которое требует приема литий, это маниакальный депрессивный синдром. Все причитают и радуются тому, что сами выдумали. Но дальше еще хуже. Этот доктор Козак, напоминаю, просто случайный человек, пишет письмо Лаврову. Выдающееся письмо с вопросами, а почему Навальный так быстро выздоровел, а почему у него такие зрачки? Тут же указано, что Навальный предатель, мерзавец и политический педофил. Лавров случайно замечает это письмо среди тысяч и отвечает доктору Козаку открытым письмом в российской газете. Дальше уже хочется кричать от происходящего безумия. Лавров говорит, что письмо настолько важное, что он просто обязан отправить его в дирекцию Захао правительством Германии и Франции и Швеции. Мария Захарова, как шпана за гаражами, спрашивает, а что это вы не отвечаете? Вам напоминать надо? Весь мир заинтригован письмом Козака. Давайте-ка поработаем. Видимо, придется им напоминать, потому что серьезные обвинения прозвучали. Заинтригован весь мир. Давайте-ка поработаем. Я просто ради интереса поискала и нашла, что ответили у Захао. Они пишут, спасибо, что рассказали, но мнение какого-то человека из интернета мы комментировать не будем. И да, если вы, господин Лавров, забыли, то мы напоминаем. ОЗХО нашла в анализах Навального новичок. И не очень понятно, что вообще здесь можно еще обсуждать. Ну и, конечно, королева всей конспирологии бутылка. Новичком обмазать бутылку, например, просто нельзя. Сколько раз вы слышали что-то про бутылку? Тысяча? Рассуждения о бутылке в какой-то момент вытеснили разговоры о самом отравлении. Бутылка. Бутылка? Бутылки. Бутылка. Бутылка. На бутылке остались следы. Еще одна бутылка. Часы дискуссий на федеральных каналах, комментарии чиновников, записи из аэропорта, рентген снимки моего багажа, десятки вопросов про кремлевских депутатов в Бундестаге. И все это на пустом месте. Правоохранительные органы на полном серьезе анализируют и приобщают к делу эти кадры. Я покупаю в аэропорте Новосибирска бутылку воды. Это станет чуть ли не ключевым доказательством того, что Навального не травили. И очевидно, на что они здесь намекают, что я сама купила эту бутылку и намазала ее новичком. Этот страшный яд могла бы привезти с собой гражданка певчих. Еще раз, надеюсь, что в последней. Как только мы узнали, что Навальный впал в кому, мы поднялись в его номер и в присутствии администратора забрали три бутылки. Упаковали, доставили в Омск, потом вместе с другим багажом Навального они полетели в Германию и были переданы докторам в больнице. Было установлено, что на том месте бутылки, где ее хватает, чтобы отпить, найдены следы точно такого же вещества, как в крови Навального, новичка. Навальный дотронулся до отравленной вещи и потом этой же самой рукой взял бутылку. Все. И найдены следы, кстати, не на одной бутылке, а на двух бутылках из гостиницы. И тут в конце я должна сделать сенсационное, скандальное признание по поводу того знаменитого видео из аэропорта. Бутылку воды в Новосибирске я купила потому, что хотела пить. Чуть не забыла. 9 страниц, которые я показывала вначале. Результаты шестимесячного расследования транспортной полиции. И, наконец-то, официальная, окончательная позиция российских правоохранительных органов. Давайте скорее читать. Изъято и проверено 542 предмета. Допрошено 262 человека. Осмотрено 94 места происшествия. Ну что, интрига? Что нашли? Так, первые 7 страниц это в основном просто описание наших передвижений по Новосибирску и Томску. Окей, спасибо, что пересмотрели наше интервью и пересказали. А вот, кстати, упоминание одежды Навального. Представляете, 4 сентября, то есть уже после визита Кудрявцева, была проведена физико-химическая судебная экспертиза и ничего не нашли? Вот это да. Ну и на 8 странице наконец-то кульминация вывода. Читаем. Полученные следствием данные свидетельствуют о заранее спланированной лицами из окружения Навального инсценировке ряда событий для подготовки, внимание, провокаций в политических целях. В частности, вот они продолжают, сейчас явно назовут виновных. Мною и коллегами была проведена демонстративная акция по проникновению в номер гостиницы в Томске. Я забрала бутылки, уклонилась от процессуальных действий, тут все понятно. А в конце документа указаны мои сообщники Навальная Юлия и Навальный Алексей, которые скрыли какое-то несуществующее заболевание у Алексея и тем самым ввели проверяющие органы в заблуждение. Все, возбуждение уголовного дела отказать. Мы публикуем этот документ полностью, не потому что он ценный или полезный, информации там по делу ноль. Это документ исторический, теперь официально. Отравление Навального не расследовали. Эти 9 страниц это не расследование, это пересказ интервью Алексея, а в конце набор каких-то политических лозунгов. Это, конечно, галимый позор. Отравление Навального могло стать очередной нераскрытой тайной. Да, что-то было, кто-то верит, кто-то нет, все очень неоднозначно, как это бывает с самыми громкими преступлениями путинской эпохи. И особая черта именно политических преступлений и убийств, сознание обычного нормального человека почти отвергает возможность того, что убивает государство, что заказчики сидят в высших эшелонах власти, что исполнители, организаторы, это чиновники из казенных кабинетов, получающие зарплату из бюджета, награды и грамоты от имени Российской Федерации. Такого просто не может быть. Это же не средневековье какое-то, это 21 век. В России не может быть официального ведомства, которое убивает собственный граждан. Может, оно есть. В России есть такой грех. Отмолим. Теперь мы знаем точно. Российские власти знали, что Навального отравили с самого начала. Все необходимые анализы были проведены. Факты и результаты этих анализов были скрыты, и нам в лицо врут что-то про обмен веществ. Они заметают следы преступления. Пропали и были прохищены записи с видеокамерой из гостиницы, одежды Навального со следами новичка. Были сфальсифицированы медицинские документы. Расследования в России просто не было ни формально, ни по сути. Вместо этого все усилия были брошены на то, чтобы сбить вас всех с толку, выдумав иностранный заговор. Они требуют доказательства у Германии и у ЗХО, имея доказательства у себя под носом. Требуют биопробы Навального, хотя они и есть в России. Пытаются придать значение мелочам, нагнать туману на общую картину, посеять сомнения. От нас что-то скрывают, Навальный на самом деле болел, а что там с литием и вот эти бутылки еще. Давайте обсуждать это на международном уровне, вместо того, чтобы обсуждать, что Путин убивает своих личных врагов. Воспрепятствование правосудию, преступный сговор, вранье, подделка документов, огромное количество людей от верхушки, которая отдает приказы до провинциальных врачей и следователей, которых выполняют. Все участвуют в этой спецоперации. Спецоперации по спасению Путина, спецоперации по сохранению его режима. Принято говорить, что не бывает черно-белых ситуаций, что в любом случае есть полутона и оттенки, мы можем чего-то не знать или что-то не до конца понимать. Но это не так. Отравление Навального и то, что произошло после него, это государственный терроризм в чистом виде. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. У любого теракта есть цель. Цель этого устранить главного врага Путина, человека, который мешает Путину и его банде воровать и править вечно. И еще одна не менее важная цель запугать нас всех, заставить трепетать перед вполне реальной перспективой убийства и репрессии, чтобы мы молчали. Но мы этого делать, конечно же, не будем. Свободу. Алексею Навальному. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok